Здорово, ребятишки! Как вы? Я для себя уже примерно понял, каким будет следующий iPhone. Можете в полной мере быть уверенными в том, что я вам сейчас покажу в ролике. Я знаю эту Apple как свои пять пальцев. Сколько? Десять релизов айфона предсказал как-никак. Поэтому не сомневайтесь, сегодняшний выпуск о слухах, а именно о слухах про iPhone 7. Начнем с внешнего вида грядущей модели смартфона от американцев. Ведь сначала идет дизайн, а дальше уже прочие навороты. Техническая начинка, операционная система. Все источники указывают на подобный облик телефона. Слушайте, Apple, парни, если вы мне вот эти назойливые рамки уберете, я вас еще больше зауважаю. Честно, реально стильно и очень круто. Уже долгое время в интернете показывают такие концепты с экраном от края до края. Господи, кубертиновцы, я вас умоляю. За это я вам даже 6 плюс засранцем прощу. Наверное. Вы поняли как будет? Сразу уберется кнопка Home. Она станет сенсорной. Будет отображаться тогда, когда она нужна. Сканер отпечатков пальцев Touch ID соответственно в защитное стекло экрана интегрирует. С лицевой частью все понятно. Теперь интересно, какой же вид получит тыльная сторона семерки. Первым делом наконец-таки уберут эти пластиковые полоски, которые всех задрали. Полностью избавить от них корпус у Apple пока не получится, но зато сзади их не останется. Деления для антенн сохранятся только на боковых, верхней и нижней грани. Можно было прямо в дисплее их вкомпоновать. Ну ладно, хотя бы так додумались сделать. Этот момент они для iPhone 7s или уже для 8 подготовили. Там скажут, ребята, сегодня мы в очередной раз творим историю. Мы избавились полностью от всех полосок на корпусе. Да, все в духе купертиновцев. К слову, бытует мнение, что данный iPhone избавится от алюминиевого корпуса. Может к стеклянному вернуться? А че, клево получится. Модуль задней камеры переделают. Следовательно, она полностью втолкнута внутрь корпуса. В общем, такое чувство, будто они пару сайтов с формами прошерстили. Работу над ошибками выполняют. Кстати, обещают добавить еще одну камеру. А знаете для чего? Вы еще не догадались? Правильно, для оптического зума. Ой, вы мои хорошенькие. Ой, красавчики. Наконец-то вы доперли, что действительно надо камере iPhone. Эй, только попробуйте наломать нас. Сразу по мордам схлопочите. Снова обидят пользователей обычных айфонов. Не плюсов. Да, друзья, две камеры будет только у лопаты плюс. Ёлки-моталки, что снова придется этого уродца брать? Я хочу оптический зум в обычной версии. Значит, тут схема такая. Два объектива по 12 мегапикселей. Один отвечает за оптическую стабилизацию изображения вместе с более широким углом обзора. Один за как раз таки оптический зум. Во, вот это настоящая тема. У айфона будет полноценный зум. Такой мужицкий. Как у нормальных зеркалок или биноклей. А сейчас какой зум у телефона в Apple? Ты хочешь приблизить объект? А в результате оно все по-уродски получается. В итоге изображение выходит таким убогим, как жопа мамонта. Единственное, какой выйдет у всего этого вид. Непонятно, оставят они камеры вот так по отдельности или сольют все в одно целое. Вполне вероятно, что корпус трубки станет водонепроницаемым. Внутри компании уже работают над оболочкой с применением новых композиционных материалов. Обеспечиваем их погружение аппарата на определенную глубину. С выходом технологии USB Type-C сразу было понятно, что они не остановятся с ней только на макбуках. Здесь они, жулики, все уже давно порешали. Это же для них очередной способ бабосов срубить. Как они тебе такое пропустят? Все, разъем миниджек для наушников у нас отберут. Все перекинут на порт Type-C. Так что переходнички по 30 долларов они по-любому подготовили. Готовьтесь, сейчас начнется вся эта фигня. Конечно, если от миниджека избавиться, тогда обязательно должна измениться толщина устройства. Если у нынешнего 6S она 7,1 мм, то у его приемника это значение должно составлять от 6 мм до 6,5 мм максимум. Ох, сколько же Apple баблишек с теми переходничками нарубит. А биццы как поднимутся. Они их сразу под новый порт переиначат. Процессор A10 поставят. Даже 3 гигабайта оперативки туда воткнут. Но слушайте меня сюда. Вы ж лобяры. Когда iOS оптимизируете-то? Я же знаю вас наглецов. Крутых процессоров с оперативками повставляете. Айфон все как глючил, так и дальше глючить будет. Потому что вы систему через одно место в последнее время делаете. И уважаемая Apple. Нормальный аккумулятор в айфоне у вас когда появится? Придите в себя в конце концов. На дворе 21 век. Сегодня у тебя садится батарейка в телефоне. И все, ешкин кот. Был человек, нет человека. Седьмому плюсу приписывают батарейку емкостью 300 мАч. В 6S Plus 2750 мАч. Не знаю, но тут походу не батарейка погоду меняет. Все снова же зависит от операционки. Слухи о беспроводной зарядке от них промелькнули. Ну и что? Какая разница как заряжать? Положив смартфон на специальную панель или через кабель. Вот если бы она без помощи кабеля, примером от солнечного света питание получала, вот тогда была бы вещь. А так, несуразица какая-то. Добавят модель на 256 гигов. Не понимаю, зачем такой объем памяти. По-моему, гонево. Сто двадцати восьмерки, да даже шестьдесят четверки и то и достаточно. По поводу кнопки домой. Она сможет воспринимать жесты свайп, а также 3D Touch, как дисплей в айфонах 6S, 6S Plus. То есть будет служить не просто для разблокировки, выхода на главный экран, активации Siri, а для упрощения и использования телефона. К примеру, чтобы открыть меню многозадачности, достаточно провести пальцем по кнопке справа налево. Еще, предположим, на карте можно создавать новые маршруты. Клавиша Home станет более умной. Интересная утечка, я бы даже сказал, что она из области фантастики. Планируется, что следующая модель смартфона сможет смягчать падение мобильника. Такое новшество станет возможным благодаря уникальной системе, именуемой парашютом, которая своими газовыми стабилизаторами при падении трубки способна выравнивать аппарат и снижать скорость его падения. Крайне полезная вещь, желаемая многими пользователями устройств Apple. Так как ремонт яблочного аппарата, как мы все знаем, на сегодняшний день немалых денег стоит. Если им удастся выпустить такую технологию, даю гарантию, дадут на зуб всем конкурентам. В этот раз устройство будет укомплектовано уже беспроводными наушниками EarPods. Как новоиспеченные уши, так и аппарат приобретут систему шумоподавления, способные уйти от лишних шумов при звонках, либо при воспроизведении музыки. Девайс должен обрести технологию беспроводной передачи данных Li-Fi, световой интернет. О нем я вам совсем недавно рассказывал. Кто еще не в курсе, можете выпуск посмотреть. Внутри мобильника появится датчик, принимающий интернет от специальных светодиодных лампочек, которые обладают невероятной скоростью передачи данных. По последним данным, оказалось, что она сможет достичь скорость 1 гигабит в секунду. Скорее всего, выпуск телефона запланирован не как обычно, на сентябрь, а на июнь-июль. Между прочим, до iPhone 4s первые 4 поколения аппарата вышли в летние месяцы, именно в июне и июле. Вполне возможно, что прямо с iPhone 7 бренд вспомнит о традиции выпускать продукты в летнюю пору. Какие из приведенных утечек вам полюбовались? Что вы для себя выделили? Пишите в комментариях. Переделанный дизайн, оптический зум и батарейка. Этих нововведений я жду больше всего. С ценами не знаю, что будем делать. С таким курсом доллара, один из нормальных способов, это берем кредит в банке на миллиард долларов, покупаем этот банк и разрешаем себе не отдавать кредит. И все, ты олигарх. Гениальная идея, ребята, правда? Только так, только так. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал для следующих видео обзоров и рассылайте это видео вашим друзьям. Всех обнял!